Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Мы продолжаем изучать Тору, потому что Тору надо изучать Ямам Валайла днем и ночью. И мы изучаем ее днем. Надеюсь, что вы ее повторяете ночью. Хоть что-то, да, перед сном надо обязательно повторить какие-то слова из Торы. Значит, доброе утро всем. Сегодня у нас 22 Сивана, 21 июня, и мы продолжаем изучать. Значит, книга о Йом-Йом сегодня, она нам дает, дает, очень интересно, опять же, вот смотрите, любая часть Рэба, которая в 50, в 50-м году он стал, в 51-м году он стал Рэба, а эту книгу он составил до этого. Он учился в, у самых великих раввинов, то есть он знал весь Талмуд, там всю Тору он знал. Но кроме этого, он учился, по-моему, около 9 лет в разных университетах. Он учился в Сарбонне, и он учился в Берлинском университете, и он был гениальный еще инженер. Он делал какие-то инженерные очень открытия и так далее. И вот, значит, представьте себе, гениальный инженер, гениальный раввин, который знал всю Тору вот так вот, ну вот вообще вся у него в руках. Он изучает, изучает он, что делали предыдущие Рэбы. Он составляет для себя книгу, а йом-йом, каждый день какой-то кусочек. И вот сегодня он приводит такой кусочек. Давайте подумаем, вот, то есть еще раз я почему подчеркиваю, подчеркиваю его гениальность во всех, во всех сферах, да? И он нам говорит сегодня, во время чтения отрывка Аавасуэлам, «Любовью вечной» перед произнесением слов «И приведи нас с миром» — это часть молитвы, утренняя молитва перед Шма-Исраэлем из два благословения. И во втором благословении, вот которое прямо примыкает к молитве Шма-Исраэлем, там есть такие слова «Любовью вечной» и «Приведи нас с миром» — в этот момент берут в руку две передние тиски цицит, затем присоединяют к ним задние тиски цицит, сначала левую, после нее правую, и держат их между мизинцем и безымянным пальцем левой руки, целуют тиски цицит шесть раз при произнесении слов «Цицит», «Цицит», «Лецицит», «Истина», «Нерушимый» и «Вечный». Все. Значит, смотрите, обычный человек обращает внимание на серьезные события. Вот, например, Микола Сахарук говорит «117 сегодня день, когда Россия напала на Украину». Это страшно, это ужасно. 117 день — это уже более трех месяцев. Более трех месяцев — это жуть какая-то. Но это 117 день от начала войны. То есть было уже 117 дней от начала. То есть каждый человек обращает внимание на что-то, на что он выделяет из общего огромного-огромного пространства информации, в которой мы живем, вот огромный-огромный мир. И каждый человек выбирает что-то, на что он обращает внимание. И то, на что он обращает свое внимание, это является сутью человека в данный момент. Потому что, ну вот, каждый из нас живет именно в своем внимании. То есть ты сюда обратил внимание, туда. И вот это поэтому меня удивляет, да можно сказать, меня удивляет. То есть очень мало религиозных, нерелигиозных людей вообще, какая им разница? Они про Шмайя Стрель не знают. Они вообще на Бога не обращают внимания. Зачем им Бог? Зачем им Тора? Зачем им знать, что Бог хочет? Человек нерелигиозный, он весь во внимании, что он будет кушать, куда он поедет. И там еще на какие-то он... Ну, каждый обращает на что-то внимание, но на что нерелигиозные люди обращают внимание, я не знаю. Там все, как бы, ответ это общество потребления. Чтобы потребить, они обращают внимание. Религиозный человек, он обращает внимание на... Тоже на разные вещи. Но вот Любавич Стеребе, который был гений во всем, он обращал внимание на такие, казалось бы, незначительные детали во время молитвы. И вот именно в этом и выражалось его стремление постигнуть Всевышнего. Внимание к деталям молитвы, внимание к деталям служения, внимание к произнесению слова в молитве. То есть это показывает, что он на 100% был включен в молитву, в то, что он делал. Очень мало людей, которые на 100% включены. Бывает, иногда молишься, а сам в это время думаешь о чем-то другом. То есть ты не на 100% включен в молитву. Но хотя бы уже молишься, все равно чуть-чуть ты включен. Хорошо. Вторая книга сегодня «Обретение неба на земле». Она нам дает очень такой, наоборот, вот, знаете, как широкий ракурс. То есть здесь нам дали, что служение Всевышнему – это то, как ты произносишь слова молитвы, в какой момент ты берешь кистицициты, между какими пальцами ты их вставляешь. То есть здесь это такое детальное служение Всевышнему, да? И это важно. Теперь книга «Обретение неба на земле» дает нам вообще другой ракурс. Вот, давайте послушаем. «Чувство своей ничтожности не означает, что вы должны позволить себя топтать». Сейчас, секундочку. Значит, «Чувство своей ничтожности не означает, что вы должны позволить себя топтать». В сущности совсем наоборот. Ощущение ничтожности – это врата к безграничной власти. Оп, очень интересно. Вообще противоречие, парадокс такой, да? Ощущение своей ничтожности, оно дает ощущение врата к безграничной власти. Что это значит? Как мы уже говорили в предыдущих всех уроках, что есть у человека представление о себе. И если человек говорит, я гениальный инженер, я гений, я умный, я красивый, я-я-я, у него все вот это, это все иллюзия. И все его вот эти вот самоопределения, рассказы о себе, они его делают уязвимым. Почему? Потому что, когда он верит в эти свои самоуверенности, да, это называется самоуверенность, он верит в себя, то он сталкивается с тем, что окружающий мир, он его просто как каток перемалывает. И чем более он считает себя великим, тем больше он страдает, потому что с этим не все согласны. Я вам скажу, что есть люди, которые не согласны, что, например, Байден великий, там, лидер, да, такой, вообще думают, ну, вообще он. Теперь, если Байден думает, что он великий лидер, то у Байдена проблема, потому что 2-3 миллиарда человек, и вот этим не считают. Если мы говорим про любого человека, который самоуверенный, то он постоянно живет в поиске доказательств своего существования, потому что он не более чем рассказ и не более чем пылинка в структуре мироздания, любой человек. И он попадает, он делается уязвимым. Теперь, если он говорит, кто я, как говорил Авраам, который был с Богом вообще вот в таких близких отношениях. Он говорил, Мани, что такое я, он говорил. Афар Ваэфер, я прах и пепел. Он говорит, прах и пепел, тело, вертикально ходящая лужа и таблица Менделеева. Мои истории о себе, это не более чем мои истории о себе. Мои ожидания от будущего, это хочешь рассмешить Бога, расскажи свои планы. Мои воспоминания о прошлом, кто я вообще во всей этой веренице личности, которые там, кто помнит вообще этих людей, которые жили там 100, 200, 300 лет назад, никто. И Авраам, он понимал, что кто я, я прах и пепел. Маше Рабейну, он понимал, Моисей, он говорил, вы нахну ма, меня вообще нет, он говорил. И вот это как раз об этом и говорится. Когда ты понимаешь свою ничтожность, вот этих своих я, в этот момент открываются врата к безограничной власти. Почему? Потому что ты тогда понимаешь, что ты это проявление Всевышнего. То есть, тебя как такового нету, и ты проявление Всевышнего. И все вокруг проявления Всевышнего, весь этот мир проявления Всевышнего. И Бог был, есть и будет. А ты в соединении с Ним тоже ты тогда был, есть и будешь. И ты единая со всем мирозданием. То есть, совершенно другой ракурс. В книге Зоар, есть такая книга, это Каббала, написано, что учитель школы в саду Эдема, есть какой-то в духовном мире сад Эдема, Расти Сад, сказал, что тот, кто мал, он велик, но кто велик, тот мал. Сделай себя маленьким и станешь больше. Не забывай, что ты ничто и станешь бесконечным. Не важничай и перед самым ничтожным. И в результате всего этого окажешься гораздо ближе к истине. Представляете? То есть, получается, что, ну такая парадоксальная идея, когда ты отцепляешься от своих представлений о важности себя, в этот момент тебе открывается совершенно другой ракурс на мироздание, на жизнь. Ну то есть, ты входишь совершенно в новую реальность. Представляете? Это обретение неба на земле. Так можно обрести небо на земле и... Или можно, опять же, зацепиться, как репейник, за любую свою проблему, за любую свою, там, несостыковку. И в этой вот несостыковке, как репейник, рвать себя даже. Представляете? Есть люди, которые с собой не могут договориться. У них внутри все эти неврозы, психозы, там, паранойи и так далее. То есть, этот человек, он настолько верит в свои мысли, что они его просто уничтожают, его мысли. Представляете? Поэтому лучше отпустить это все и, как Авраам Авинов сказать, есть известная история, значит, кто... Как к себе относятся великие люди? В Торе я имею в виду. Значит, царь Давид, он про себя говорил, он говорил в псалмах, я, говорит, тулаб и луиш, я, говорит, червь и не человек. Так царь Давид про себя говорил. Теперь, значит, Авраам Авину, он был более великим, чем царь Давид, и он про себя говорил, что я, мани, что я, он говорил, не кто я даже, а что я, прах и пепел. Теперь, значит, Мошар Абейну, когда к нему пришли жаловаться, куда ты нас вывел, он говорит, я вас вывел, меня вообще нет, говорил Мошар Абейну, меня нет. Это Всевышний вас вывел, я здесь просто вот передатчик, да, меня вообще нету. И он был самый великий, потому что он говорил, что меня нет. Теперь, значит, были такие ешивы, где они стремились, вот как здесь нам тоже совет дают, убрать собственную важность, убрать свое я, свое эго. И была такая ешива, Навардак они назывались, значит, приходит туда новый ученик, и смотрит, все такие ученики стоят такие, там, или сидят, и все, я никто, я ничто, я никто, я ничто, меня нет, я никто, я ничто, у меня нет важности, я никто, я ничто, ну, как здесь написано, что не важный чей, и в результате всего этого окажешься гораздо ближе к истине. Он посмотрел на них, посмотрел, тоже так устал, я никто, я ничто, я никто, я ничто. Один на него смотрит и говорит, смотри, какой он наглый, говорит, вообще, какой высокомерный. Первый день в ешиве, а уже никто, и уже ничто. То есть, как это так? Это первая шутка. А вторая шутка, был один, один был парень, который был великий мудрец в Торе, молодой гений такой. И он изучал Тору, он был такой, прям, ну, вот, прям работал над собой. И выходил он в наши духи, чтобы жениться. И он встречается с девушкой, возвращается к Равину, говорит, она, ну, не на моем уровне, я как бы повыше уровня. Да, мне нужна жена повыше уровня, духовного, все. Значит, после года, что он встречался, и каждый раз он говорил, что жена не на уровне, и Муравин говорит, слушай, тебе нужно, как бы, поработать над скромностью. И послал его, как раз, в такую ешиву, где работали над скромностью, там, в Навардах или вот в Хабаде ешиву. Тоже в Хабаде работают над скромностью. Этот парень, значит, год в этой ешиве проучился. Весь год он работал над скромностью. Вообще, возвращается к Равину, говорит, все, я понял, я никто, я ничто, я скромный. Я вообще настолько, вот, поработал над своими качествами. Выходит он опять на шедух, шедух это встреча с девушкой. Ему предлагают уже самую, там, дочка великих равинов-праведников. Сама праведница, знает всю Тору наизусть. Значит, помогает, там, эшитхайль, вот, про нее. Кто найдет доблестную жену, значит, все. Он с ней встречается, поговорили, возвращается к Равину, к этому своему. Кто спрашивает, ну что, как она тебе? Он говорит, вы знаете, говорит, ну вот, должен сказать, что не подходит. Он говорит, а это что не подходит? Он говорит, вы понимаете, вот, если бы вы мне год назад ее предложили, я бы, конечно, просто был бы счастлив. Но я же сейчас еще и скромный. То есть, я же сейчас вообще стал еще скромным. Я уже на таком уровне, что мне нужна еще какая-то получше. То есть, есть люди, которые борются за скромность, и в момент, когда они становятся скромными, они настолько гордятся своей скромностью, что это уже не скромность. То есть, тут очень, очень тоже есть такие ловушки. Ловушки, в которые нам Ецарара, это злое начало, а он нам подгоняет ловушки. То есть, есть такие скромные люди, которые так гордятся своей скромностью, что дальше некуда. Хорошо, это мы как бы поговорили, но для большинства людей, конечно, стоило бы быть немного поскромнее, чуть-чуть подздуться. И тогда им легче будет жить, потому что самый несчастный человек это тот, который... Есть Мишнав Пертьевод, Мишнав Пертьевод есть очень такая четкая. Есть три вещи, которые выживают человек из этого мира, которые просто его уничтожают в этом мире. Три эти вещи такие. Кино, это зависть. Когда ты завидуешь другому, оно тебя сжирает, то есть тебе плохо, тебе кажется, что тебе не додали, а ему додали. Значит, зависть, она у человека выживает из этого мира, тебе плохо становится. Второе, это таава, вожделение. Вот я, например, сейчас хочу там что-то вожделею, вот я что-то хочу, да. И это меня, вот это мое желание, оно меня сейчас делает несчастным. Я как бы себя загоняю в состояние, что мне плохо сейчас. Да, это таава, вожделение. И кого-то, и стремление к почету. То есть, приходит человек домой и говорит, меня все уважают от дома. Меня не уважают. Что он имеет в виду? Что меня недостаточно ценят. И он от этого начинает страдать, и он начинает ругаться. Но если он говорит, ну нормально вообще, а что меня ценить-то? Я просто такой простой человек. Оп, его ничто не обижает, его люди не обижают, он тогда не ошибается. Понятно? Вот Эстер хочет самую лучшую соковыжималку. Да, как бы вы сто лет назад жили, вот непонятно, когда вообще электричества-то не было. Просто бы, наверное, страдали бы день и ночь. И как же вы бы без этой соковыжималки-то жили бы? Непонятно. Хорошо. Значит, недельная глава. Мы дошли до того, что Маше Рабейну, он был пророк. И он, по слову Бога, сказал, что Аарон, его брат, будет священником. Теперь был там Корах, который поднял против Маше восстание. Тор нам Усна Тора говорит, что Кораха на восстание спровоцировала его жена. Как раз приводится Усна Тора, приводит нам пример, что умная женщина свой дом строит, а глупо разрушает своими руками. Усна Тора приводит, что жена Кораха, она его все время настраивала. Вот, смотри, Маше Рабейну, как он тебя там угнетает. Смотри, Аарона брата своего поставил этим самым первосвященником. А ты, ты такой Корах, такой ты велите, а тебя-то обделили. В общем, она Кораха настроила. Корах настроил, пошел 250 человек вождей таких, да, глав народа. Потом весь народ настроил. Сегодня, кстати, для меня еще одна загадка, вот в этом отрывке, невероятная. Значит, настроил он опять против Маше Рабейну и Аарона. Маше обращается к Богу и говорит, я не понимаю, я, говорит, себе ничего от них я не брал, даже осла от них не взял, на котором ездил, от народа, да. Я для них делал только хорошее всегда. Я всегда у тебя, Бог, просил, чтобы ты их не уничтожал. Я все время был на их стороне. И, значит, и говорил Бог Маше и Аарону так. Значит, отделитесь из среды этой общины, я истреблю их мгновенно. Бог говорит, слушай, эти люди, они, ну, действительно невменяемы. То есть, я уже с ними и разговаривал, и я уже все им показывал, и я все это с ними делал. Вот, значит, все, давай я их уничтожу. И, значит, что делает Аарон и Маше? Вот в чем настоящая скромность? Написано, Вайплу Альпнеем, и сказали, упали они на лица свои, вот так перед Богом, и сказали. Всесильный Арухот, да, Бог, который знает дух, да, дух людей. Они говорят, смотри, если кто-то один согрешил, вот этот Корах, а ты на всю общину, ты будешь гневаться. Представляете? То есть, как бы поступил нормальный человек? Он бы сказал так, о, они меня обидели, они против меня выступили. Давай, Всевышний, разберись с ними, давай, уничтожи их. Маше Рабейну и Аарон, они говорят, Бог, пожалуйста, не уничтожай их. Значит, один согрешил, не надо всех уничтожать. И говорил Бог Маше так. Скажи все общине этой, отступите от жилищ вот этого Кораха, Датана и Аверама, от зачинщиков этого восстания, отступите за них. Отступите. Отступите от них, от их домов. Значит, пошел, встал тогда Маше Рабейну и пошел к ним, чтобы их уговорить, чтобы они перестали этот бунт. То есть, Маше Рабейну до последнего момента их уговаривал, говорит, остановитесь, не надо. Значит, и сказал Маше вообще не так. Отойдите от шатров этих нечестивых людей и не прикасайтесь к ним, чтобы не погибнуть за их грехи. То есть, есть люди, которые действительно, они злодеи. И для каждого нормального человека нужно сделать выбор. Ты с кем находишься? Ты за злодеев или ты не за злодеев? И вот Маше Рабейну им говорит, отойдите от этих злодеев. Кто-то отошел, а кто-то не отошел. Значит, кто-то отступился от жилища Кораха Датана и Аверама. А кто-то, значит, вот эти Датана и Аверам зачинщики, они стояли при входе в свои шатры с женами, с сыновьями и их младенцами. Значит, они стоят и очень, как бы, продолжают свой бунт. И сказал Маше, и сказал Маше, поэтому вы узнаете, что Бог меня послал делать все мои действия, которые я вам делал. И я это делал не по своему разумению. То есть, Маше Рабейну здесь, он больше всего беспокоится о том, чтобы люди не подумали, что он действительно, как Корах говорил, что-то от себя добавляет к словам Бога. Что он говорит только от Бога. И он говорит тогда, давайте еще раз вам, вам нужно еще подтверждение. Вот вам сейчас знак качества, да. Если смертью обычной умрут эти люди, то это не Бог меня послал. То есть, он говорит такое условие, да. Он говорит, сейчас вы увидите, что я от себя ничего не говорил. Если они умрут обычной смертью, то не Бог меня послал. А если вы им, брия и вращим, а но если Бог сотворит сейчас новое сотворение, и откроет земля, свое, раскроется земля, и проглотит их, и все их имущество, и спустятся они живыми в ад, тогда вы узнаете, что эти люди выступили против Бога, а не против меня. То есть, он говорит, Всевышний народ Израиля, смотрите, это важный момент сейчас, чтобы вы увидели, что я от себя ничего не добавляю. И если вы сейчас будете, они умрут обычной смертью, значит это не Бог. А вот смотрите теперь, пускай Бог сотворит что-то, спецэффект, чтобы вы на все поколения поняли, что это я, я Мушарабейну говорю от Всевышнего. Значит, и было. Когда кончил, он говорит все эти речи, открылась земля, которая под ними. Представьте ситуацию, вот все стоят. Стоит этих, значит, шатры, вот этих, которые сделали восстание. И тут открывается земля, и они все проваливаются под землю. И сошли они все, и все им принадлежащие живыми в могилу, в Шооле, в подземный мир. И пропали они из среды общины. Все начали убегать оттуда, страшно, все начали убегать, кричать. И огонь вышел от Бога и сжег 250 человек, которые стояли с этими совками. То есть, что говорил Коров? Что священником может стать любой. И то, что Мушарабейну назначил Аарона и его сыновей коинами, священниками, это было не по слову Бога. Мушар тогда сказал, возьмите приношение, воскурение на таких совочках, да? Жертва. И посмотрим, чью жертву возьмет Бог. Значит, стоит Аарон со своим совочком. Стоят вот эти вот 250 человек со своими совочками. И, значит, ждут, чтобы спустился огонь, и с совочка забрал жертву. А что получилось? И вышел в Эш Ятсам и Эташем. Вышел огонь от Бога. Представляете, с неба спускается огонь. В Эту Халет. А Хамишим Ваматаем Иш. Метербей. Макривей Акторет. И этот огонь сжигает этих 250 человек, которые приносили. Представляете, картина, да? 250 человек. Сгорело. Значит, и говорил Бог Маше так. Скажи Элязару, сыну Аарона, священнослужителя, чтобы он взял их совочки и в память об этом событии, чтобы его уже никто не забыл. Их раскатать, это были медные совочки, сделать из них покрытие для жертвенника, для большого жертвенника. То есть, чтобы это было в память на всем поколениях. Значит, сделали эти совочки, и это будет знамением, знаком для сынов Израиля. Так и сделали. Теперь самое непонятное в этой главе. Знаете, что самое непонятное? Вот это для меня вот загадка из загадок. И я сейчас, я посмотрю, есть один очень комментарий, Маугим, я прямо сейчас закончу свой урок, я посмотрю, и завтра с Божьей помощью вам скажу, что он пишет на этот момент. Мне он непонятен. Смотрите. Вайлону коледад на Исраэль мимо харат аль-Моше вали Аарон. И возраптали вся община сынов Израиля. На кого возраптали? На Моше и Аарона. После этого весь народ на них опять восстает. Вот, говоря, Атем, Амитем, Этам, Ашем. Вы умертвили народ Бога. То есть вдруг вся община Израиля, после всех этих спецэффектов, после того, как Маше Рабену прямо, ну то есть Бог все это показал, и все равно встает народ и говорит, вы, значит, восстают на Моше и на Аарона. Вы убили Амитем, Этам, Ашем. Вы убили народ Бога. И было, когда собралась вся община против Маше и против Аарона, значит, они обратились к шатру собрания, и покрыл его облачный столб, и показалась слава Всевышнего. И вышли Моше и Аарон перед шатром этого собрания, и заканчивается сегодняшний отрывок. Вот это для меня загадка. Как после всего этого, после всего конкретно этого, почему они опять восстали против Моше и Аарона? Я завтра с Божьей помощью вам расскажу, почему, потому что сейчас я буду искать ответ на этот вопрос. И, то есть, очень удивительно, какая сила есть в человеке, которая толкает его против Бога. Насколько есть вот это то, что называется злое начало, насколько люди, даже после того, как им Бог открывается, столько для дела и для каждого из нас, да? И насколько есть у нас вот это вот качество неблагодарности, которое ведет в сторону от Бога. Это удивительно просто. Меня это настолько удивляет, что... Ну, удивительно, да? Хорошо, значит, ну мы с вами молодцы. Стараемся, учим Тору, выполняем заповеди. И в заслугу этого, пускай Всевышний даст нам благополучие, здоровье невероятно мощное, значит, благополучие финансовое. И, значит, вообще, чтобы все те люди, которые служат Богу, чтобы Бог дал нам огромную силу, чтобы мы прославляли именно для того, чтобы прославлять имя Всевышнего. И чтобы был мир, и чтобы все люди, которые сейчас находятся в опасности, чтобы Всевышний их спас, и они после знали, что это Всевышний, прославляли Всевышнего за спасение. Все, всем удачи и успехов, и хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok